В муниципалитете сегодня внеочередное заседание. Депутаты собрались в зале, чтобы обсудить уборку городских улиц. Готовы ли они сами перейти от слов к делу? Пойдемте спросим. Пойдете со мной убирать снег? Куда? Ну вон к муниципалитету, сейчас везде заваливает. Серьезно пойдете? Серьезно. С тобой? Почистим. Пошли. Можно и мэра заставить пойти. Дворник должен делать дворник, кесарь, кесарь, сапожник, сапоги точать. У меня есть лопата, пойдете со мной город убирать? Обязательно. Андрей Другаязович освободится после заседания. У нас политета и пойдет. Пойдете? У меня вот лопата есть, пойдете со мной город убирать после заседания? Конечно. Ну на самом деле. С тобой хоть куда? У нас же есть подрядчик для этого. Ну давайте сами, своими силами не готовы? Слушайте, я вот у себя во дворе готов. Боюсь, что нашей работы и нашей лопаты не хватит. Поэтому тут должны быть системные решения, которые позволят убирать город. Что народные избранники считают системными решениями по уборке Ярославля, они рассказали городским властям в ходе внеочередного заседания. В частности, депутаты предлагают не жалеть подрядчиков, которые не справляются со своими обязанностями. Так а может нам в судебном порядке, так сказать, инициировать этот процесс с тем, чтобы подрядчик, так сказать, понял серьезность намерений и более активно начал исправлять свои недочеты и недостатки? На сегодняшний день я считаю, что вот те снегопады, которые есть, подрядчик с ними справляется и справится. Конечно, если вот той техникой, которая есть, если выпадет там мечная норма или полутора мечной нормы, он не справится. Это мы все понимаем. Но так было и в прошлом году, и в позапрошлом с другими подрядчиками. Правда, другие не снижали стоимость контракта на треть, говорят депутаты и считают, что качество уборки из-за этого хуже также в три раза. В первые два снежных дня в городе произошло 170 аварий. Это недопустимо, настаивают парламентарии. Просто рекомендовали мэрии города Ярославля более жестко осуществлять контроль за организациями, которые занимаются уличной уборкой и дворовой уборкой, вплоть до расторжения контрактов. Право одностороннего отказа от контракта – это самое мощное дисциплинирующее воздействие, которое может быть. Потому что после этого тут же подрядчик попадает, так сказать, в черный список. Список организаций, которые не будут допускаться до участия в аукционах. И этим правом надо воспользоваться. Это нужно сделать. Городские чиновники расторжения контракта считают мерой крайней и прибегать к ней пока не планируют. Когда заседание муниципалитета закончилось, у всех, кто согласился убирать снег, возникли срочные дела. Отдуваться остался только Александр Черепанин. Ну что, вперед? Ну что, тяжело? Да, Катя, это не тяжело. Мне бы сегодня хотелось, пользуясь случаем, обратиться к жителям. На мэрию надейся, а сам не плашай. Похоже, ничего другого и не остается. Вооружайтесь лопатами. Екатерина Бубнова, Денис Ромашов. День событий.